Здравствуйте, мои дорогие девочки и мальчики! Сегодня мы опять возвращаемся к гороскопу. И сегодня у нас женщина-водолей. Ещё раз хочу сказать, что несмотря на то, что я не профессиональный астролог, Яна наблюдала выраженные особенности, которые проявляются в том или ином знаке зодиака. Мы не учитываем здесь, это просто вопрос встречается в комментариях и в личку мне пишут иногда, мы не учитываем в данном случае ни среду, где вырос человек, ни его воспитание, не учитываем наследственность, что тоже очень влияет на характер человека. Какой асцендент у этого знака или луна? Безусловно, это всё влияет, но каким-то волшебным образом, я не знаю, как это получается, почти у всех знаков зодиака проявляются с чёткой периодичностью свои особенные черты. Видимо, недаром придумали гороскоп не на пустом месте. Я не знаю, каким таким образом, но тем не менее проявляются. У кого-то чуть ли не 100% проявляются вот эти черты характера, присущие тому или иному знаку. У кого-то их совсем мало, но они тоже присутствуют. Поэтому имейте в виду, что, естественно, когда вы пишете «нет, не сошлось», оно как бы и не должно особенно сходиться, потому что я сама не совсем похожа на тот знак, которому я принадлежу. Мы ещё до него не дошли. Ещё хочу сказать, не читайте гороскопы в интернете или в журналах на день, на неделю. Это всё развлекалово. А я смотрю на поведение живых людей, иногда годами наблюдаю, поэтому я знаю, как бы, о чём я говорю. И я эту закономерность вижу. Поэтому я могу, в принципе, отгадать, кто какого знака, потому что есть она, эта закономерность. Лучше обратите внимание на описание характера вашего знака со стороны. Я же не за одним человеком наблюдаю. Возможно, вы сможете что-то полезное для себя узнать. Может быть, вы где-то себя недооцениваете, а где-то у вас может скрываться проблема, которую вы не видите, и вы, обратив внимание на это, сможете от неё, может быть, избавиться. Так вот, мы сегодня говорим о женщинах-водолеях. Какая у нас женщина-водолей? Творческая, увлекающаяся новым. Очень они такие любопытно-любознательные женщины. Они часто интересуются оккультными науками, много читают, применяют. Но вот у меня складывается такое впечатление, несмотря на то, что при таких разносторонних интересах и при том, что они углубляются, в принципе, в тему, они не чувствуют весь спектр эмоций от практик, в которых они участвуют. У меня такое впечатление. Она может быть эксцентричной, делать какие-то особенные стрижки, что очень часто бывает, или носить особенные украшения, очки, не знаю, одежду, какой-то, может быть, ручной работы, какие-то такие вот вещи. Часто имеют какие-то редкие хобби. Например, что-то ткут. Могут прясти пряжу, делают гобелены, могут выкладывать мозаику, не знаю, перекрашивать, тянут горшки. В общем, что-то вот такое вот не сильно избитое. Они все практически любят моду. У них есть чувство стиля, и у многих свой ярко выраженный стиль. Я не могу сказать, как утверждают гороскопы, что она очень любит быть в центре внимания, вот ей нужна большая компания, вот не замечала я такое. Они, кстати, бывают обидчивые и мстительные. Но месть их какая-то такая мягкая. Они много, например, могут думать, если вот мужчина их оставил там, или что-то как-то поступил с ними не так. Вот они будут мусолить эту тему долго, потому что они довольно мнительные. Они будут со всех сторон это все обсматривать, смаковать и так далее. Хотя в один прекрасный момент ни с того ни с сего она может передумать и вообще забыть про него, и перекинуться на какой-то другой объект. Но если ее не сбивать вот с вот этого пути смакования, она может долго застрять в этом всем. Еще они могут просто обидеться и избегать общения. Не потому, что вы их обидели чем-то конкретным, а потому что она сама захотела вот обидеться. Женщины-водолеи очень хорошие работники. Они без разницы, вот где они работают. Может, это вообще работа совершенно далека от их хобби, совершенно то, что вы даже подумать не можете. Но как работник, она сделает свою работу качественно, самостоятельно. Вам не надо напоминать, чтобы они сделали. Они как работники, они ценные работники. Если они понимают свои наклонности, они могут очень хорошо раскрыться вообще. Но даже если это будет хобби, а работать они будут в другом месте, все равно они добиваются успеха, в принципе, и там, и там. Проявляют заботу о близких и знакомых, но иногда делают это слишком активно. Так как водолей – это знак воздуха, они очень любят танцы, вечеринки, какое-то движение, встречи, разговоры на интересные темы, там, за бокальчиком вина. Они страстные и общительные. Но тут они часто начинают быть навязчивыми. Особенно, если им нравится кто-то, мужчину в данном случае имеем в виду, она вот своей навязчивостью, она может оттолкнуть людей, особенно мужчин. Они не умеют просто веселиться. Они могут прилипнуть к человеку и будут изводить его своим присутствием или вот частым посещением. То есть у них чувства меры нет. И даже когда, например, подруга им говорит об этом, водолею очень трудно это понять, принять и исправить. Женщина-водолей нестабильна, может долго жить одной жизнью со своими устоями, а потом вдруг сделать какой-то шокирующий многих шаг. Потому что она в воздухе, и она не постоянно. Они могут, например, пить, курить, гулять и так далее. Потом могут это дело резко прекратить, начать ездить по святым местам, удариться в какую-нибудь религию, начать медитировать, правильно питаться, веганы и так далее. Женщина-водолей любит делать то, что она хочет делать на данный момент. И она сама должна решить, что она этого хочет. Ей нужно чувствовать свободу. Как только она почувствует, что она обязана там что-то сделать, или она кому-то должна, она спрыгнет с этого пути. Они любят дома уют, красоту, красивые вещи какие-то там или цветы. Но она не хочет посвящать время вот именно готовки, там уборки, наведению какой-то разборки шкафов и так далее. Это она не любит делать совершенно. Со своими детьми, особенно взрослыми детьми, она в дружеских отношениях. То есть она не командир там, который требует, не знаю, прислушивания и так далее. Она с ними очень в дружественных отношениях. Она не вмешивается в жизнь старших детей. И нельзя сказать, что они ей безразличны. Она обязательно примет участие, особенно если ее попросят. Она поможет и морально. У нас дочь пошел. И морально, и финансово. Но активно сама туда лезть не будет со своими там советами, или помощью и так далее. Сама она немножко закрыта. Ей нужно для своего как бы спокойствия, ей нужна какая-то такая тайна, загадочка, чтобы у нее была. Немножко, на мой взгляд, бестолково они вступают все в брак и ведут себя в браке. Они часто, вот на мой взгляд, они часто провоцируют мужа на измену, потому что замуж выходят не по большой любви. Она замуж выходит больше, если ей комфортно с этим человеком, или у нее есть какие-то общие интересы. Но если ей попадется спокойный, умный мужчина, который будет ей доверять, давать определенную свободу, она будет очень это ценить и любить в нем. Женщине-водолею нужно комфортное совместное времяпровождение. Важно, чтобы им с мужем было о чем поговорить, желательно какие-то общие увлечения. Не все, но какая-то часть, чтобы должна быть интересна им обоим. Не могу сказать, что они остроумные, но они разносторонне эрудированы. Они любят посмеяться, но тоже не могу сказать, что у них потрясающее чувство юмора. Иногда они тонкий юмор могут вообще пропустить, не заметить, никак вообще не отреагировать. У них, у всех встречающихся мне водолеев, есть какой-то налет комплексов. Хотя, с другой стороны, они довольно уверенные в себе люди, и с ними не скучно, это однозначно. Они очень легкие на подъем и любят путешествовать, даже могут с палатками, могут там, я не знаю, в спальных мешках, на попутках путешествовать, на велосипедах. Это запросто. Они очень, как я уже говорила, эрудированы. Но если женщина-водолей сталкивается с людьми, ставящие в тупик ее взгляды и знания, для нее это очень неприятный сюрприз. Она воспринимает это как-то с болью и даже может с вами перестать общаться. Потому что, начиная разговор, они довольно-таки высокомерно относятся к собеседнику. Даже если они этого не показывают, но когда видят, что их знания могут быть ниже, например, того, с кем они ведут беседу, с кем они общаются, чтобы не сесть в лужу и не признавать того, и не показывать, если где-то у них там пробел, она лучше удалится от такого собеседника. Критика ими вообще не переносится никак. В страсти они не имеют чувства меры, они очень креативны, имеют яркую внешность или чем-то обязательно будут выделяться, очень эксцентричны. Я считаю, что у них плохо развита интуиция, иначе у них бы не было проблемы с замужеством, а у них, как правило, есть проблемы с замужеством. У них, как правило, не один брак. Разносторонне развитые, но копнув глубже, лопата упрется в тот момент, откуда они спрыгнули в порыве потери интереса. Если вы внимательно послушаете, то, может быть, поймете, о чем я. Я-то понимаю, о чем я говорю, потому что я дружила и дружу, в принципе, с женщинами-водолеем. Женщина любит получать эмоции и положительные, и отрицательные. Главное, чтобы было ярко, как в кино. Мужчинам нельзя активно знакомиться с такими женщинами, потому что ей это самой не нравится. Она должна править ситуацией. Но тут у нее тоже нет чувства меры. Она может придушить морально этого мужчину. Она любит какое-то неординарное поведение мужчины, которым она заинтересована. То есть мужчине надо заранее поинтересоваться ее интересами и найти какие-то общие точки соприкосновения. Не так, чтобы мужчина просто прочитал эту тему, которая интересует ее. Нет, он должен тоже быть в этой теме заинтересован. Вот тогда у них получится что-то такое интересное. В общем, сделать это трудно. Заинтересовать ее так, чтобы вы ей понравились. Если у вас проблема, она несмотря на свой довольно придирчивый такой характер, позвонит, уделит вам время, приедет с бутылочкой вина или с тортиком, чтобы выслушать вас. В этом вот есть ее ценность. Она слушает, но она не лезет со своими советами, указаниями и так далее. Она очень любит культурные мероприятия, посещение концертов, музеев, любит смену обстановки и не любит бытовые обязанности. От партнера они хотят тоже умственного развития, эрудиции, но не обязательно больше, чем у нее, иначе вас оттолкнут подальше. Женщина-водолей не любит ревности, контроля. Это за ней, чтобы не следили и не контролировали. Она любит свободу. Если меня спросить, какой характер у женщины-водолея, у меня возникает следующий образ или фраза. «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Или «И хочется, и колется». Очень противоречивая девушка. «Дайте мне пирожное корзиночка с кремом и с вишенкой». Только без крема, вишенки и без корзиночки. Понимаете? Вот так я вижу вас, девочки-водолей. Я всех вас люблю. Целую. Пишите в комментариях, похожи ли вы с моим описанием. До новых встреч. С вами была Наташа. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok